Благодарность 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 Меня задумали Что еще не делать Тяжелый? Почему? Вырастить пятигектарный промышленный сад получать эти тонны-тонны урожая, потом его сожгли. Да, там труд был дикий. Вручную выкопать эти арки много километров вручную. Вот, и там был, да. Но после этого, когда пусть сад сожгли, а опыт остался, и после этого вся моя задача была сделать так, чтобы сад не страдал, при этом ничего практически лишнего не делая, а бывало, вообще ничего не делая. А потом уже наоборот, а что такое-то? Надо теперь это обосновать. То есть, пера получит результат, схватится за голову, а вы говорите, тяжелый многолетний труд. Ну, хотя я, конечно, преумельчаю или преуменьшаю. Хватало всего. Отличные результаты за желание удачи сады, за реальную надежду и стимул для нового поколения больных садоводством. Я еще раз говорю, садовод – это не профессия. Садовник – это профессия. А садовод – это святое слово. Садовод – это диагноз. Заболел – значит, садовод. Я пока еще не опытный садовод-практик, а скорее садовод-теоретик-мечтатель. Куда вы денетесь? Мы анализируем труды, литературные и видео со множеством различных практик садоводства. Кстати говоря, без доказательств его жизни, после, скажем, 10 лет, то есть, на что она намекает? Вот позавчера опять показали. Двухметровый саженец, весь в листьях, несчастный метр штамп искусственный. Садит в огромную яму. Сама говорит, вот пять ингредиентов задаем. Рассказывала мне минут сорок, но один саженец ушло на посадку, на все. О холмах речи нет, о пятнышке, где север-юг речи нет, где корневая шейка неизвестна. Обрезка при посадке, она ничего не делала. Понимаете? И самое главное, ну, показали бы хоть раз на следующий год этот же саженец. И ведь не покажут. Так что вы молодец, что вы написали. Доказательства в жизни после стирки. И действительно, после одного-двух лет уже доказательства будут. Прихожу к выводу, что вы правы на 200%. Холмы при посадке, минимум обрезки, минимум вмешательства в жизни дерева. Обрезками никогда не баловался, а вот с посадками в ямы и загниваниями. Ого! Как больно знакомо. Смотрю ваши видео, читаю ваши публикации уже дней несколько. Соглашаюсь, учусь в душе, горжусь вами и прочими в науке зовущимися любителями. Это если мягко в народе, это если мягко в народе, мудрецами садоводства. И знаете, что меня больше поражает в эти дни? Вот я вроде не дура. И потом слово дура будет в другом смысле ниже. Посмеетесь. Я вроде не дура. Умею анализировать логические мысли, да и думать вообще. Но почему такого простого приёма, как посадка на холм, не замечала? Более того, даже не задумывалась в этом направлении. Гибель деревьев списала на дождливый климат Тверской области. Дикий ветер, и всё нормально. Кстати, дождливый климат, сливы, яблони, вишни, чихать они хотели. И на ваш дитим ветер, и на ваш дождливый климат. Вот с грушами и с абрикосами тут надо немножко повозиться. Но это всё тоже поддаётся. Ну, вспомните, сколько фотографий уже с европейской России, в том числе с вашим краём, с роскошными сортами. Так. Я сделал для иллюстрации несколько фотографий. Сюда пришёл специально. Вот сейчас только дайте мне возможность сходить на кухню. Я забыл принести чай. Оно сухое. Нос не дышит. Увидеть что-то необычное в обычном. Это как раз задача нас, учителей самозванных. Кстати, когда меня поздравляют с ним учиться, мне так приятно. Вот. Хоть и самозванной. Так. И получается, что что тут непонятного? Грибы – это гниющая часть дерева. Где она гниёт? На границе сред. Это дерево никто не садил на самого росла, но оно гибнет. Всё. Оно скоро погибнет. Вот. И теперь представим себе. Допустим, уберём эту мою родственницу. Допустим, я нет тут фотографии. Допустим, я обзову это дерево, вот это. Да это лес, это дикорос. Я даже знаю, что это за дерево. Только оно полудохло. Видите, там листов почти нет. Оно уже вздыхает. Обзову его ну, чем-нибудь. Захачу, там, получу, и всё равно поверят. Вот. Чем угодно обзову. И пошло там, где берём с ещё подписчиками, там, где меня хорошо знают. Вот. И со скрежетом зубовным любят. Так, и мой брат тоже. Так вот, значит, и сказать, ой, караул, что делать? Ответ был бы такой, грибы уничтожить. Всё, что вот это вот метвичину соскоблить, ножом, щёткой по металлу, опрыскать и будет расти. Вот это сегодняшний уровень. А я представил себе, как бы лесник, и если бы он это самое, такой был бы учёный, как вот те дамы, что учат всю Россию, спасал бы это дерево, надел маску, взял бы этот самый опрыскаватель с ядами, да, вот, взял бы нож, и давай всё это скабливать. А почему-то в этом саду культурном это считается нормой. Надо просто делать вывод, чтобы этого не было. Посмотрите сюда, гранетка, голая степь, сухая невероятно, и всё равно, и всё равно плесень дерева, ну, оно не молодое это дерево, ему больше 30 лет. Я знаю, когда закладывали этот сад, который выродился сразу, вот, и видите, что творится. А помните, я его продал про холмы? Объясняю, холмы дерево делают само. У них идёт конкурс на выживание. Видели дерево, которому ничего не светит, там, где эта самая Вика собирает грибы с него, вот, его ничего не светит. А те, которые место получше, по возвышению, по это, посветлее и продуваемее, помните, не надо бояться тех же ветров, продуваемее, корни под землёй увеличатся в размерах и выдавливают воду, почву, приподнимая её, и получается холм. Сходите в лес, увидите, что все взрослые деревья имеют холмы. Смотрим дальше. Крайний случай, место холма, вот это вот, это мой хороший друг, у него была вот такая стопка, у меня были специальные хозяйства, мы зачитывались, а у него были все, 83-го, кажется, года, и до самой смерти он их это, выписал. И вот такая стопка была. И вот там он увидел вот эту самую фотографию, и вот, а мне говорит Константинович, 98 лет. Какой беды нанесла вот эта самая та статья, где рекламировались вот эти вот способы посадки. Ладно, вот видите, караул, дерево погибает, это не моё, я подхожу, я всегда до коленей, я не смотрю вверх, я не выдумываю все эти бактериальные ожоги, я не выдумываю все эти самые черные раки и просто, я становлюсь на колене. Разграб, говорю, ну вот видишь, морду отткнул. Ну что тебе непонятно-то? А вот это дерево сделано в моём саду. Я много не буду на эту тему, но ведь не произнес слово холмы. Это дерево, это фотография в моём саду. Итак, жила-была слива, сейчас увидите, какая слива, отборная слива. Вот. И плодоносило невероятно, плоды шикарнейшие. Вот. Сорт сразу скажу, сувенир Востока. Это было одно из первых моих деревьев. Что получилось? Сгнила. Ни холма, ни ямы не было. Ровное место. Сгнила. А слива считается наиболее надёжной именно на выплевание. Так. Так. Оставь сейчас. Я же только чай вскипятил. Вы меня простите. Ну, старею, не подумал заранее. Сейчас вскипяточек и продолжим. А пока интрига. Что из этого следует? Вот теперь я смогу работать с кружкой чая в руке. Вот. И вылазит уже не привитый, вылазит, как её назовём? Назовём это уже сианис. То есть это подвойный материал. Согласны? Приверкнет и быть не может. И вот он рос, 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 рос. Внимание. Ну, теперь скажите, что я получил дичок. Влияние сувенира Востока напрашивается. Вот. Причём у меня ещё фотографии вместе. Там стоит рядом Тимоша. Не нашёл. У меня столько их. У меня тысячи бесчётные. Вот там они на следующий год ещё крупнее. стали. То есть влияние прямое на подое налицо. Но главное-то не это. Зачем здесь тяпка? Я демонстративно положил тяпку. Я вижу, что она начинает загибаться. Видите, вы смотрите. Похватился. Я положил тяпку для вас. Это учебная фотография. Чтобы студент и профессор сказал, для чего здесь нужна тяпка? А там скажут, вот это всё взять, развести, 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 обеспечить сухость, в районе корневой шейки. Вот и всё. Простенько. Вот. Такой ответ. Ради этого, я и сказал, даже сливу можно уничтожить. Даже сливу. Вот. И я на всех случаев не попадаюсь. Вот видите, вот это огорожено, чем. Когда я увидел два раза, это нас учат. Да, это учебный. А как же? Мы же без них не вырастим дерево. Забота-то какая. А то, что она сгниёт, об этом, конечно, сам автор не догадывается. Так ведь? Кстати, перед вами совершенно больное искореченное дерево, да ещё и покрашенное. Заметьте, не померенное, а покрашенное. Но смотрите на вот эту оградку. Бах! Внимание! Присылает мне фотографию. Врядка встреча оцените. Я оценил, чуть-то не матом оценил. Да что же это такое? Ведь я вижу это, значит, это в штуке. Вот они, вот такие красивые оградки. И когда я видел это, а это в разных концах страны, что значит? Значит, специально продают для этого. Ну, садите тут свои цветочки. Ну, вы что придумали-то? Мордом набиток не дотянешься? Вот чем беда. И вот уже кто-то из моих учеников умудрился воткнуть. Ну, признавайтесь, кто. Я уж не буду вас это. А это просто не выдержу. Вспоминаем. Взяли дерево, бобры, нет, они себя назвали по-другому. Телеканал Бобер, назвали себя феями и давали засыпали опилками, опилки намочили, чтобы срез гнило. Потом еще вот этим самым клеем. Чем они борются, я таки не понял. Она еще и эта, вся в этом, в краске, а не еще эта. А потом, помните, еще липкую ленту. Вот этот идиотизм, он процветает. Почему? Потому что быть деревом никто не знает. И никто не знает. Вот помните, лет через 10 сказал, хорошо будет клей через 10. Через год-два она мертва. Вот мы поговорили про эти самые. Ну, еще. Это у меня 230 фотографий, они давно-давно сделаны. Вот. Уже еще одна книга выходит, что-то в ней увидите. Эти фотографии бесценны. Они для школьных учебников биологии, они для университетских, институтских и академических изданий. Вот так не надо садить. эта груша не терпит. Тут яблоня бы сидела и чего бы ей не было. Она бы начала гнить, но 10 годами позже. А груша, вот что ты будешь делать? Гнивает сразу, никто не знает. Вот для чего эти фотографии. Для будущих монографий, для будущих диссертаций. так, ну и чтобы не быть голословным, мне все время говорят, значит, что, Олег Григорьевич, не ругайте их, пусть они себе преподают вот эти смертельные советы. А вы просто молча, или, ну это не молча получается, вы просто сами по себе учите, как надо делать. Мне вот эта фотография заменяет целый этот, целый курс институтский. Ну, много академических слов, ну посмотрите. Но её увидит тысяча человек, а вот это вот, то, что было там, больше, вот это вот, у них просмотров сотни тысяч, представляете? Вот и получается, мне надо противопоставлять тогда за попутно ещё пинать их, чтобы они больше не усовывались. Так, что, Валерий Константинович, по всем вашим огромным заслугам прошу добавить ещё одну. Вы заставляете думать. Да, признавать собственную глупость, слепую веру, то, что надо делать, как написано, а зачем делать, кому это надо, а так ли это. Для этого вам отдельный низкий поклон, а ещё за очередной стимул к работе уже обдуманный. И теперь же 100% уверен в том, что в Тверской области сады никогда не занималась, но знаю, что справлюсь с вашим лекарственным опытом, старательным мной перенятым и моим теперь трудом уверен в успех. Садам быть огромного спасибо. Ещё частенько жалуйте на возраст, здоровье, отменяю любые ваши болезни. А кто у нас будет заказ принимать? Живите долго, живите в гармонии, здоровье, согласие, любви. Один маленький секрет. Я же прожил страшную жизнь в этих самых никелем заводе в алюминии. Надышался вот так. Кто не знает, что такое сотни ПДК. Сотни вместо одного сотни ПДК. И давно должен быть на том свете. Вот спросите у Тимошки, чем мы делали вчера и сегодня. Купали в Сен-Иссе. Вода лютая, ледяная. Ничего удовольствия никакого. Но я просто подаю пример другим. Я не хвастаюсь. Для меня обморожает это нормально. Я просто хочу сказать, что многие не то, чтобы опустились и не используют возможность там прогулок, свежего воздуха, спортзала. вот этот самый у нас есть так называемый ФОК, и мы там постоянно с Тимошей. И не только с Тимошей. И что такое ФОК? Эскуртурная. Ну, что с физкультурой связано? И получается, что люди просто не знают, им некому подопнуть. Вот я сейчас подопнул кого-то. Вот это. Так что вам спасибо за пожелание. Живите долго. Сколько смогу, столько проживу. Так, насчет ну, ладно. Спасибо.